– Давай, Серега, поторопимся, у нас всего час остался. Нужно успеть докопать могилу, а то, представляешь, какой конфуз будет. Покойника привезут, а могилы-то для него и нет. Тем более, я слышал, там какую-то молодую девицу хоронить будут из новых русских. Эти-то ни перед чем не остановятся, в раз нам голову открутят. – говорил своему напарнику низенький щуплый мужчина лет пятидесяти, одетый в какие-то грязные лохмотья. – Да ладно тебе, Петрович, поспеем, не первую могилку копаем. Тем более, деньги нам обещали за нее неплохие, можно будет настоящий пир закатить в нашей лачуге, а то питаемся мы с тобой всякими отбросами, что и собаки есть бы не стали. – ответил ему более молодой напарник, который в сыновья ему годился, но таковым, однако, не был. Хотя мужчина относился к Сережке действительно как к родному сыну, ведь он спас парня от верной гибели, найдя бездыханное тело того, на ближайшее к месту его обитания мусорной свалке. Тогда, ближе к вечеру, Петрович возвращался со своего Колыма. Так он называл подработку могильщиком на одном из местных кладбищ. Хоронили какую-то бедную одинокую старушку, потому и денег почти не заплатили, хотя он битый день провозился беспрестанно махая ломом, так что весь взмок. Земля-то в этом месте мало того, что каменистой была, так еще и мерзлой, а получила от смотрителя кладбища какие-то копейки. При этом знал Петрович, что не обманывает его Александр. Честным тот был мужиком и всегда по справедливости отстегивал ему его долю. Но сегодня совсем уж скудной она была. Поэтому мужчина решил перед тем, как забьется в свою лачугу да разведет огонь, на котором сможет приготовить свой нехитрый ужин, после чего забудется беспокойным сном пройтись еще по свалке, а ввозь повезет и найдет что-то ценное, то, что не успели еще растащить конкуренты. Вообще-то Петрович не всегда был бездомным, но уже почти как 15 лет перебивался тем, что ему Бог подаст. Когда-то у него была собственная квартира, в которой он проживал с женой и двумя детьми, мужчина очень любил свою семью, а в детях так и вовсе души не чаял. Обожал он и жену свою Светлану, вот уж воистину светлым та была человеком. Так он, во всяком случае, считал до поры до времени. Петрович трудился на горно-обогатительном комбинате шахтером, неплохие деньги получал, но Свете не очень нравилась его работа. Женщина все говорила, мол, опасная она, постоянно там что-то взрывается, шахтеров много гибнет, заваливает их в многочисленных подземных тоннелях, потому и предложила его супруга переписать квартиру на нее, а то мало ли что с ним может случиться, а ей потом с двумя малолетними детьми на руках бегай по различным инстанциям, да переоформляй документы. К тому же и родственники у него есть на Дальнем Востоке, сразу пади в случае чего слетятся на наследство, как стервятники. Такие доводы света Анатолий счел разумными, потому и переписал на женщину все свое имущество, в том числе и гараж с машиной, за что невероятно любезно была с ним в тот день благоверная, да и после отличалась очень уж благосклонным к нему отношением. Вот только не знал бедолага, что как в воду глядела Светлана. С момента оформления на нее дарственной и года не прошло, как случился в шахте пожар, а после так рванул скопившийся в тоннеле газ, что мало никому не показалось. Его-то вынесли, но с тех пор он стал сильно хромать, да и от контузии в придачу и говорить весьма плохо стал, картавил Толя сильно. Конечно же, как и каждая любящая жена, Светлана поначалу ухаживала за ним, супчики в больницу носила, а дети, десятилетние близнецы, так и вовсе от папки не отходили. Но, как оказалось, все это было лишь до тех пор, пока комбинат не выплатил ему компенсацию за полученные увечья, после которых и стал он инвалидом на всю жизнь. Как только деньги оказались в руках у женщины, резко изменилось ее отношение к супругу и вместо помощи и поддержки еще до выписки из больницы он оказался в полном одиночестве, ничего не понимал Толя, что же вдруг произошло, а когда доковылял до своей бывшей квартиры, все ему стало ясно, ведь на пороге его встретила не только супруга, но и плечистый грозный мужчина, оказавшийся ее любовником. Анатолий был и попробовал доказать свои права на проживание в квартире, да где уж там, спустил его бугай с лестницы, мол, никто-то теперь здесь. Ничего ему больше не оставалось, как отправиться жить на улицу. Одна отрада была у него, то, что дети его от отца не отреклись, он по-прежнему мог с ними общаться, встречая после школы. Сыновья всегда теперь таскали с собой еду для отца, а потом у мужчины оборвалась связь с семьей, всему виной были последствия травмы, полученные им в шахте, от нее временами стала пропадать память, провалы в ней случались все чаще и чаще, а периоды, когда Петрович не помнил кто он и зачем живет на свете, становились все более длительными. В это время мужчина бесцельно бродил по городу, не понимая даже где он находится. Но спустя год с его памятью все наладилось, тогда Толли вновь вернулся к некогда родному дому, но как оказалось супруга продала квартиру, да и уехала куда-то в центральную часть страны, чтобы вновь ненароком не появился вдруг Анатолий, да не сбивал детей с пути истинного, все-таки теперь у них был другой отец. Обо всем этом ему рассказала соседка, с сочувствием глядя на мужчину, который некогда был образцом для подражания, а теперь вот превратился в полоумного хромого бездомного. Тогда ты и решил то ли отправиться следом за своей семьей, чтобы попытаться разыскать их, да где там, разве иголку в стоге сена найдешь? Так и оказался он в здешних местах, в которых и уготовано ему было спасти человеческую жизнь такого же бродяги, как и он. Проходя по свалке, заваленный всяким тряпьем, мужчина неожиданно увидел во всем этом безобразии торчащую руку. Бездомный едва не ошалел поначалу, решив, что перед ним мертвец, но неожиданно услышав глухой стон, поспешил к бедолаге. Вытащив того из-под мусора, он увидел, что паренек с пробитой головой одет точно так же, как и он сам, крайне бедно, в какие-то драные промасленные джинсы и чумазую футболку. По всему было видно, что здесь постарались конкуренты, видимо не поделив с ним территорию. В этом не было ничего удивительного, на свалке иного ожидать и не приходилось, иногда борьба за лакомый кусочек приобретала и криминальный оттенок. – Ну что, бедолага, как звать-то тебя? – спросил у парня Толя, неумело перевязав ему голову тряпкой. – Сергей вроде, – ответил тот. – Откуда будешь такой молодой? У нас здесь контингент в основном уже возрасте. Не помню я ничего, мне кажется, я вроде рыбачил, а после только темнота. Как я здесь оказался, ума не приложу, – в отчаяние сказал Сергей. В общем, факты были налицо, их и изложил Анатолий спасенному им парню, очевидно, он был их полиягодой, любителем свободной жизни на помойках. Однако, бывалый бездомный все же решил помочь своему более молодому коллеге, иначе без памяти да израненной совсем он пропадет. Потому и предложил Сергею отправиться вместе с ним в его лачугу. Все же вдвоем веселее, да и отбиваться от конкурентов легче будет. К тому же, уже несколько месяцев он рыл могилы на кладбище, и без помощника туго приходилось. Так и стали бездомные жить вместе, будучи опорой и поддержкой друг другу, вот и сегодня, выкопав очередную и перекусив среди оград и крестов, в этой части кладбища весьма богато выглядевших, они принялись дожидаться траурной процессии. И та не заставила себя долго ждать, вскоре появившись вдали под звуки оркестра. Сразу было видно, что похороны сегодня необычные, не каждый раз церемония происходила с таким шиком и лоском, один только оркестр, выписанный из столицы чего только стоил. Рядом с гробом шествовала какая-то заплаканная дамочка под руку со щуплым молодым человеком в очках, по всей видимости, сыном. Чуть поодаль, сжались в основном уже молодые люди, друзья и однокурсники усопшей. – Ты глянь-ка, Сереж, гроб-то какой дорогой, у меня глаз на это дело наметан, и я таких и не видел никогда за свою карьеру, – прошептал коллегий Анатолий. – Так что же в этом удивительного-то, денег у них в достатке, а в столь молодом возрасте не так часто люди умирают. Вот и решили проводить, видимо, дочь в последний путь со всеми почестями. А тем временем, процессия наконец достигла могилы. Дамочка была крайне безутешна и уже едва ли не билась в истерике. Молодому человеку в очках с трудом удавалось сдерживать ее эмоции. – Наташ, умоляю тебя, успокойся, родная, жизнь на этом не кончается. Светлым человеком была Юля, но не выдержал ее сердце разлуки с любимым. Однако никакие уговоры не помогали. Наталья голосила все громче и надрывнее. – Юлечка, доченька моя, на кого же ты меня покинула? Да как же мне теперь жить без тебя, кровиночка моя родная, такая красавица была и на тебе, несчастье приключилось. И тут вдруг словно что-то накатило на Сергея. Подойдя к гробу и заглянув туда, парень увидел невероятно красивую юную девушку. Казалось, что она просто спит и вот-вот проснется. Под наплывом неведомых чувств могильщик внезапно нагнулся и поцеловал девушку прямо в губы. Даже бывалый Анатолий обомлел, что уж тут говорить о наиболее впечатлительных из присутствующих на кладбище барышень. Некоторые из них и вовсе упали в обморок от увиденного, а Наталья Николаевна, враз придя в себя, завопила не своим голосом. – Господи, да что же это делается такое? Уберите этого вурдалака, который не иначе как из могилы выбрался, чтобы забрать с собой мою девочку, или я его сейчас своими руками придушу? Но стоило только поднять свою заросшую косматую голову Сергею и взглянуть в глаза женщины, как та стала вдруг белее бумаги, так же, как и ее спутник. Однако те, кто еще держался до этого момента, едва не ошалели, так как в этот самый момент усопшая поднялась из гроба и, сидя поверх белого савана в белоснежном платье невесты, с недоумением поглядывала на собравшуюся вокруг нее публику. Тут же поднялся невообразимый визг, но это было только на руку Натальи Игоревне, да и ее мужу Артему. Ведь тот, кого поначалу приняли землекопы за сына женщины, на самом деле приходился ей с супругом, и бежала сейчас парочка с кладбища так, что только пятки их при этом сверкали. Но не замечали в этот момент воскресшее вместе с Сергеем ничего вокруг, ведь они смотрели друг на друга широко раскрытыми от удивления и потрясения глазами. За несколько месяцев до этих событий в богатом загородном особняке было довольно пустынно, ведь в данный момент в нем, не считая прислуги, находилось лишь два человека, симпатичная рыжеволосая женщина 50 лет и ее муж, тощий долговязый молодой человек 30 лет. При этом беседа между парой происходила весьма серьезная. «Кончать с собой не нужно, иначе сама понимаешь, мы можем потерять все», – говорил Артем супруге, держа женщину за руку и преданно, словно собачка, глядя ей в глаза. «Артемка, что ты такое говоришь, а если нас потом поймают? Это же мне потом до конца жизни сидеть в колонии, да и тебе не мало. Мы ведь даже никогда увидеться не сможем, а я ведь так тебя люблю», – ответила ему дама. – Риск – благородное дело, если мы сейчас не пойдем на это, потом всю жизнь жалеть будем, живя где-нибудь в общаге. Ты что, хочешь всего этого лишиться? – обвел вокруг себя рукой Артем, демонстрируя женщине ее богатства. – Нет, конечно, но как мы это сделаем? – Не беспокойся, это уже моя забота, от тебя потребуется всего лишь пригласить жениха своей дочери на маленький пикничок, в честь скорого единения семьи, на озеро, что у лесополосы за нашим домом. Место там пустынное и отлично подойдет. Первым делом, пока Юля за границей получает диплом, мы должны избавиться от этого проходимца. – Сергей – это не твоя падчерица, как получит доступ к деньгам, так живых и прикарманит, выставив родную тещу за дверь, поэтому начнем с него, – резюмировал парень. Женщина недолго думала, прежде чем согласиться, ведь больше всего на свете она любила своего нынешнего супруга, а еще деньги, которые очень боялась потерять после смерти своего бывшего мужа. – богатого бизнесмена, за которого она удачно выскочила замуж несколько лет назад. Конечно же, Наташа никогда не любила ни мужа, ни тем более свою падчерицу – дочь Валентина от первого брака. Но она даже и не догадывалась, что ее нынешний супруг любил ее еще меньше. Знала бы она, что нужна была лишь для того, чтобы удовлетворять все прихоти благоверного, а в своих кругах он называл супругу не иначе, как ржавой консервной банкой, надеясь в скором времени завладеть всем ее состоянием. Вот только на пути парня стояла бедная Юля вместе со своим женихом. Они были очень добрыми и хорошими людьми, просто оказались не в том месте и не в то время. Наталья Игоревна тут же позвонила своему будущему зятю и весьма любезно пригласила его вечером на семейное мероприятие, на что парень, конечно же, согласился – отношения тостящие нужно налаживать родственные и крепкие. Бедолага даже не подозревал, что пока он будет мило беседовать с женщиной, сидя на берегу озера с удочкой в руках, то к нему сзади подкрадется ее супруг с увесистым булыжником в руке. Оглушив парня и посчитав, что тот отдал концы, парочка нарядила его в тряпье и выбросила на свалки, завалив мусором, чтобы в случае чего, если его вдруг найдут, то приняли бы за бродягу. А вскоре подобная участь постигла и безутешную невесту, которой мачеха рассказала душещипательную историю о том, как ушел ее суженный рыбачить, да и не вернулся. По всей видимости, утонул, поиски же тела не дали никаких результатов. Правда, для падчерицы, благодаря некоторым связям Артема, было приготовлено кое-что еще посерьезнее. Он достал сильнейшее снотворное, которым и напоили девушку, выдав за умершую, а чтобы не было видно, как она дышит, прикрыли сверху толстым одеялом. У паренька все было на мази и с документами, продажные медики за круглую сумму денег выписали справку о внезапной смерти от остановки сердца, которая не выдержала, по всей видимости, разлуки с любимым. Именно такую версию и предлагала всем знакомым семье безутешная мачеха. Негодяи ради денег не остановились даже перед тем, чтобы заживо похоронить близкого человека. Но уже на кладбище что-то пошло не по плану. Они малость не рассчитали с дозой снотворного и усопшая восстала из мертвых. От внезапного шока Сергей все вспомнил. Не менее потрясена была июля. Они никак не ожидали, что подобное вообще возможно в наше время. Но теперь-то, к счастью, все у них было в порядке. О многом им еще предстояло поговорить, многое решить. Но главное было то, что теперь пара снова могла быть вместе. Но на этот раз навсегда. Наталью же вместе с супругом взяли в ближайшей лесополосе, где те прятались, надеясь уйти от правосудия. Теперь же вместо золотых браслетов пару на долгие годы ожидали стальные. Как, впрочем, и их подельников-медиков. Лавочка с поддельными справками прикрылась раз и навсегда. Вскоре у молодых состоялась свадьба, на которую был приглашен в том числе и бывший бездомный Анатолий. В благодарность за то, что тот не оставил его в беде, Сергей помог мужчине найти своих детей, которые уже давно искали его по всей стране. Ведь, став взрослыми, те поняли, насколько с ним несправедливо обошлась их мать в свое время. Теперь Толик жил рядом с ними, устроился на работу сторожем на кладбище и с удовольствием узнал, что у него уже четверо внуков. Вся жизнь счастливого деда теперь была впереди. Если вам понравился рассказ, просьба поддержать меня кнопкой палец вверх. А чтобы узнавать о выходе новых интересных историй, при подписке нажмите колокольчик. Всего вам доброго. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok